Дверь Вечную жизнь только входит через Иисуса Христа Посредством Его Он сказал, Он есть дверь И почему она красная? Это как кровь Христа Мы только через кровь Христа можем очищаться от всякого греха И сегодня я хотел бы еще поделиться с вами Некоторыми мыслями о том, что В первую очередь О покаянии Это видео будет о покаянии от Отречения от греха Потому что это важно в христианстве Не один раз в жизни покаяться Но покаяться, можно так сказать, каждый день Исследовать себя, исследовать свою жизнь И рассматривать, и смотреть В чем я не таков перед Богом И чтобы покаяться в чем-то Или может быть в чем-то согрешили И мы не знаем в чем мы согрешили Но исследуя, мы можем как бы рассматривать Окей, хорошо, я может быть кого-то обидел Я может быть что-то не так сказал Для чего это нужно? Потому что в присутствие Божие Никто не может войти полностью Полностью без покаяния Нужно, чтобы человек приходил туда с чистым сердцем Нужно, чтобы человек, он каялся И рассматривал, ну как бы покаяние Ну, во-первых, я скажу так В первую очередь, когда мы каемся в первый раз Когда мы приходим к Иисусу в первый раз И мы становимся его дитем Мы становимся тем, кого он называет своим сыном Своим учеником, своим дитем назвать Мы имеем эту такую привилегию Быть названы сынами Иисуса Христа Сынами Бога Ну, как бы и не Иисуса Христа Больше как Бога И вот, что я хотел сказать, что Мы, когда каемся в первый раз Мы осознаем, что мы неправы перед Богом Когда мы говорим, чтобы Иисус Христос Вошел в нашу жизнь Вошел в наше сердце, можно так сказать Чтобы мы отдаем свою жизнь Мы отдаем свое сердце Иисусу И говорим, Господь, вот, прими, я твой Руководи моей жизнью Будь господином моей жизни Я признаю тебя Господом Я признаю тебя Спасителем моей жизни Я признаю, что ты отдал жизнь свою за меня Я признаю, что ты пострадал за меня За мои грехи И ты омыл меня кровью И после такой молитвы Мы получаем рождение свыше Мы получаем, так называемый Наш дух, он просыпается Наш дух становится живым Он начинает расти Вот как при зачатии ребенка Клетки начинают расти И вот дух начинает расти в нас И мы начинаем расти Наш дух растет И вот почему его надо питать хлебом Что есть Слово Божие И пребывать, как водой, да Вода, пребывать в духе Пребывать в общении с Богом Вот это, дух святой с водой еще сравнивается Потому что он, как вода, насрещает нас Он дает нам жизнь Он дает нам рост духовный И вот, что я хотел еще сказать Что, в первую очередь Наши грехи прощены Полностью прощены От и до От нашего рождения до нашей смерти Все нам прощено Нету такого греха, который Ну, кроме хулы на Духа Святого Но это отдельная тема Но все грехи нам прощены За всю нашу жизнь И предстоящую жизнь Но дело в том, что Есть также Как если вы начнете читать Евангелие И также послания разные Там есть первое послание Иоанна И в первом послании Иоанна Иоанн говорит, что Если мы говорим, что мы не грешим Мы делаем Иисуса лживым Но дело в том, что мы согрешаем Как бы человек Он есть, как бы так Ему существенно Ему так получается Грешить постоянно И вот эти грехи Примерно там Обида Какое-то огорчение Может быть Какое-то неправда Всякая неправда Есть грех И вот эти вот все Такие маленькие грехи Ну, сказать, что христиане Они все такие святые Но мы не можем сказать Но мы Мы святые Потому что Иисус Он умер за нас И мы сейчас Его дети И наши грехи прощены Вот почему Мы Все равно считаемся Святыми А то, что согрешаем Да Мы согрешаем И Иоанн об этом писал Что мы иногда согрешаем Но еще один вопрос Который Иоанн затронул Это что есть грех к смерти А что есть грех к смерти Это все грехи Которые Как блуд Прилюбедеяние Убийство Даже вот самые Которые Хула на Духа Святого То есть Вот это Это все Вот Ну, это отдельный Грех Но Все остальные Прощаются Прощаются грехи Убийство Прощается Насилие Прощается Прощается Воровство Прощается Оскорбление Кого-то И это все Прощается Если мы приходим С чистым сердцем Перед Богом И Он нам Прощает Все И оно как Христианам Уже Прощено Ну, то есть Вот эти грехи Которые Особенно Особенно Прилюбедеяние Еще один Вопрос Почему Прилюбедеяние Все Все, что Связано С сексуальными Грехами Они Очень Таким На Отдельном Как бы Педестале Стоят Перед Богом Потому что Еще Так же Когда Апостольская Церковь Там Разбирала Что нам Язычникам Нужно делать А что Не надо Делать Это все В Библии Написано И они Разбирали Что Одна из вещей Что нам Нельзя делать Это Прилюбедеяние Все, что Связано С блудом И Также Идоложертвенно Идоложертвенно Тоже Считается Это Грех Смерти То есть Христианин Который Делает Такие Грехи Он Потихоньку Потихоньку Как бы Отходит От Бога Ну как бы Наша Связь с Богом Разрывается Если человек Продолжает Быть в этом Грехе Он Разрывает Связь с Богом И вот почему Важно Чтобы Мы Как христиане Мы Исследовали Себя Мы Даже вот эти Маленькие Грехи Которые Погрешения Мы делаем Среди Дня Ну Последневной Жизни Они могут Привести К большим Грехам И вот Вот эти Большие Грехи Они могут Уже Начинать Вот этот Разрыв Между Богом И Нами К примеру Такое Мы знаем Что Когда Муж Или Жена Они Они К примеру Изменяют Они Кому-то Они Друг другу Изменили То Вот этот Разрыв Начался То есть Там уже Что-то пошло По швам И Вот Уже Отношения Не такие Уже Все И Вот это Вот Как бы То Что мы Делаем Такие Грехи К смерти Начинает Вот этот Разрыв Между Богом И Нами И чем Мы больше Продолжаем Тем Больше Этот Разрыв Идет И Отношения Рушаются Между Богом И нами И вот Почему Нам нужно Обязательно Приходить К Богу Каждый День Исследовать Себя И Рассматривать Если в чем Не таков Нужно Опокаяться И сказать Господи Я тут Согрешил Я отрекаюсь От этого Греха Омой меня Кровью Святую И все Легко И просто Но когда мы Начинаем Запускать Это все Оно Протихоньку Дает Вот эту Слабинку И все И Большой грех Заходит И мы уже Мы уже Как бы По накатной Идем Дальше Но Всегда Можно Остановиться Просто Всегда Можно Остановиться Прийти К Богу Покаяться Исповедоваться Сказать Что Да Я согрешил Я Я согрешил Большим грехом Один яркий пример В Библии Это Как Давида Мы можем Читать В Библии В Ветхом Завете Как Историю Давида Он Увидел Версавию Моющуюся На Крыше Дома Голую Да И Он Он ее Позвал К себе И они В общем Согрешили И она Плюс еще Зачала Ребенка От него В процессе Значит Того Что Во-первых Он Согрешил Сексуальным Грехом Это раз Во-вторых Нужно было Еще При том Убить Урию Урию Мужа Версавии Он убил Подставил Его Так Чтобы Его Убили То есть Не своими руками И что И думаете Бог так Просто Просто Просмотрел Этот грех Нет Дело в том Что Вообще За Такие грехи Есть смерть В Ветхом Завете Эти грехи Наказывались Смертью Но так как Давид Он имел Близкое отношение С Богом Давид Он был Помазанник Божий Давид Он был Человек Божий И он И Бог Может так сказать Насчет этого Он не предал Его смерти Но он предал Смерти Его Ребенка Которую Зачал Версави И в последствии Его сын Когда он Восстал Против Давида Он Спал Со всеми Его наложницами Давидова То есть Пришло Отмщение Пришло Наказание Одно Просто По-любому Это то что То что Как бы Оно обязательно Должно прийти То есть И так что Вот почему Чем отличаются Такие грехи К смерти И грехи Не к смерти Да Ну Так сказать Есть Список Отречения И может быть Дорогой друг Ты Может быть Не знаешь Именно В чем Кается Не знаешь Может быть Ну Не знаю Там Жил жизнь Да Там Сколько-то И даже Не знаешь В чем Кается Дело в том Что я хотел бы Пройти По списку И может быть В чем-то Ты видишь Тебя неправильно Перед Богом Ты можешь Отречься От этого Ты можешь Сказать Богу Что да Я вот тут Тут Да Накосячил Тут я неправильно Жил Тут Совсем Не так Поступал И вот И можно Так сказать Большой список Ну Называется Это Признание И отречение Признаешь Свой грех И отрекаешься От него Во имя Иисуса Христа Начинается Так Я отрекаюсь От всякого Колдовства Гадания Окультных Участий Во имя Иисуса Христа Все что С колдовством Связано Если гадали На картах На руке Там Уиджи Борд Я не знаю Как по-русски Там Разный Всякие Гадания Всякие Гадания От этого Нужно Отрекаться Отрекаюсь От всех Безбожных Душевных Связей Аморальных Отношений Во имя Иисуса Христа Ну это все Все что До свадьбы Человек Делал Делал Жил С кем-то Имел Какие-то Отношения То От этого Нужно Отрекаться Отрекаюсь От всей Ненависти Гнева Обиды Мести Возмездия И И непрощения Во имя Иисуса Христа Вся обида На родителей На братьев На коллег По работе Ну Сами знаете Кому Как Кому Прощать Я прощаю Любого человека Который Который Когда-либо Причинил Мне боль Разочарование Разочаровал Меня Оставил Оставлял Меня Это С английского Переведено Так что Не дословно Так Ну как Не дословно Переведено Плохо Обращался Со мной Или Отвергал Меня Во имя Иисуса Христа Я Отрекаюсь От всякой Зависти Зависимости Я Отрекаюсь От всякой Зависимости От наркотиков Алкоголя Или Либо Легального Или Нелегального Веществ Связывающих Меня Во имя Иисуса Христа Все что Все от чего Мы не можем Как бы Отказаться Так просто Ну как Это зависимость Считается Нужно Отрекаться Тоже Отрекаюсь От всякой Зависти Ревности И Алтышности Во имя Иисуса Христа Ну это Дело в том Что За каждыми Вот этими Грехами Они Как бы Есть Духовная Сила И Которая Может так Сказать Нас Связывает И Когда Мы Постоянно В этом На грехе Находимся Оно Постоянно Нас Влечет Нас Тащит Назад Я Отрекаюсь От гордости Надменности Высокомерия Тщеславия Эго Иго Эгоизм От эгоизма Непослушание И Восстание Во имя Иисуса Христа Я Отрекаюсь От всякого Страха Неверия И сомнения Во имя Иисуса Христа Если у вас Есть какой-то Страх В чем-то Можно Отрекаться Во имя Иисуса Христа От этого Страха От Какой-то Боязни И вот Это Тоже Может Я Отрекаюсь От Эгоизма Своеволия Жалости К себе Само Отречения Ненависти К себе И Саморекламы Саморекламы То есть Это Я не знаю Как Перейти То есть Выставлять Себя Как бы Да Во имя Иисуса Христа Я Отрекаюсь От всех Безбожных Моделей Мышления Систем Верования Во имя Иисуса Христа Это все Что Называется С религией Связано Если вы Может быть Были У Игои У Игоистов Или Может быть С мормонами Немножко Общались Или там Ходили В ихнюю Церковь Или может быть Еще какие-то Секты Которые Они Считают Что Они Единственные Имеют Спасение И они Единственные Кто дадут Вам Эту Жизнь Спасение Но Дело в том Что Иисус Сказал Только Иисус Христос Дает Это Спасение Еще Я Отрекаюсь От всех Нечестивых Советов Клятв Заветов Клятв Обетов Сделанные Мною Или моими Предками Во имя Иисуса Христа Я отрекаюсь От всяких Похоти Извращения Безнравственности Нечистоты И нечистоты Сексуальных Грехов И все Что связано С ними Во имя Иисуса Христа Я отрекаюсь Я отрекаюсь Приказываю Приказываю Духом Духом Плоти И извращения Выйти из Меня Из моего Желудка Половых Органов Глаза Ума Рот Рук И Впоследствии Крови Во имя Иисуса Христа И это Важно Потому что Вот эти все Грехи Они Они Не просто Грехи Они За ними Стоят Духи И они Эти духи А Можно так сказать Нас мучают Постоянно Когда мы Продолжаем быть В каких-то грехах И Они Увеличиваются И Продолжают Нас Дальше Дальше Загонять В этот грех И Также Последнее Что Я представляю Своё тело Господу Как живую Жертву Мои члены Являются Членами Христа Я не Позволю Им быть Членами Блудницы Я Освобождаю Огонь Божий Чтобы Изжечь Всю Нечистоту Похоть Из моей Жизни Во имя Иисуса Христа И Вот На этом Всё Отречение Если Будет Проходить Это Отречение Каждый Раз Смотреть Каждый Раз Отрекаться Исследовать Себя И Всё Будет Хорошо Всё Будет Здорово Ваши Отношения С Богом Будут Расти Вы Больше Будете Приходить В познание Бога И В присутствии Божьем Будете Так что Дорогой Друг Я хочу Поздравить Тебя Если Ты Прошёл Покаяние Если Ты Прошёл Отречение Ты Сын Божий Дочь Божия И Ты Теперь Семья Бога Живого Так что Продолжайте Искать Бога Продолжайте Пребывать В общении С Ним Потому что Он Есть Тот Кто Нам Дал Жизнь И мы Принадлежим Полностью Ему И Чтобы Наша Жизнь Прославила Его Так что До Следующей Встречи Ещё Будет Видео С Богом